Вот здесь два бензобака по 140 литров. Бензобаки родные были сняты, заменены на нержавейку. Почти 6 метров в длину и 2,3 в ширину. Броня, характерный для военного автомобиля цвет, и вместо лобового стекла лишь две небольшие форточки. Всё по-серьёзному. Эта боевая разведывательно-дозорная машина, без каких-либо изменений в конструкции, единственная в Татарстане. Её владельцы – два друга с армейских времён – Ильдар и Владимир. Вот мы оба пенсионеры. Ну, думаю, что-то надо сделать, чтобы молодёжь к чему-то военному приучать. Хотя мы хотели взять 3-4. Что-то посидели, посмотрели на 4-ки, когда не появишься. Поставишь тут и будет сидеть, как мертвый гость. Несколько месяцев Ильдар и Владимир искали запчасти для бронемашины, чтобы она смогла ездить. Да и поиск самого корпуса тоже занял много времени. В итоге нашли БРДМ в Воронеже. Оттуда и перегнали в Казань. Оформили все документы и получили разрешение на движение по городу. Рассказывают, что на улицах Казани очень часто ловят улыбки прохожих. Очень много уступает людей. Даже, наверное, с целью так, чтобы со стороны заснять. Сразу достают мобильные телефоны и начинают это снимать. Вместе со своей машиной хозяева активно участвуют в различных выставках и фестивалях. Но иногда и выезжают просто покататься. Машина расходует 47 литров бензина на 100 километров хода. А чтобы передвигаться было безопаснее, Ильдар и Владимир оборудовали БРДМ камерами по кругу. Ощущение действительно непередаваемое. И управление этой серьезной военной техникой чем-то схоже с простым автомобилем. Только другое расположение коробки передач и гидроусилитель руля работает только когда педаль сцепления не выжата. В ближайшее время военные собираются доработать машину и попробовать испытать ее на воде. Ведь БРДМ-2 не боится ничего. Ни снега, ни грязи, ни болота.